Как можно вдохнуть жизнь в самый суровый северный край страны? Как сделать так, чтобы люди смогли здесь с комфортом жить, растить детей и отдыхать, развивать современную промышленность и превращать регион в центр российской алмазодобычи? Будущее нельзя предсказать, но его можно создать. В начале 50-х страна узнала, якутская тайга хранит несметные богатства, залежи алмазов. И северный край стал превращаться в крупнейший промышленный центр республики. Героическими усилиями наших рабочих инженеров эти работы на кимберлитовых месторождениях и рассыпных месторождениях к ним приступили. В феврале 1961-го алмазная компания создала свой институт – Институт Якут-Непроалмаз. Задачу поставили стратегическую – спроектировать целые города и поселки – мирный, удачный Айхал. Создать тысячи чертежей и расчетов, а затем возвести сотни объектов – от жилых домов до горнообогатительных комбинатов. Но главное – когда в суровый северный край пришли геологи, именно Якут-Непроалмазу поручили сверхответственную задачу – придумать, как отвоевать у природы ее драгоценные запасы. Но как грузить и как отделять породный массив, понятно было, погрузочные средства, то или иное. Чем возить – тоже было понятно. Поэтому первый вопрос – как извлечь из кимберлитовой породы алмазы? Это была задача номер один. И с этого, собственно, посыла и зарождался Институт Якут-Непроалмаз. Алмаз – это очень хрупкий материал. Те нагрузки, которые создавались в тех же мельницах, при взрыве на карьерах, был очень большой выход разбитых, колотых алмазов. Поэтому создание новых технологий, которые бы резко отличались от технологий, которые приняты были в цветной металлургии, – это необходимость была. Тогда все приходилось начинать почти на голом энтузиазме. Разрабатывать и испытывать технологии, которых не было еще нигде. Специалисты Института создали технологию по извлечению алмазов с помощью рентгеновского облучения. Как ускоренно отрабатывать карьеры и разрабатывать кимберлитовые трубки. За эти идеи работников наградили государственными премиями. Но темпы алмазодобычи росли. Стране нужно было все больше и больше драгоценных камней. Поэтому вместе с алмазной отраслью развивался и сам Институт. В нем появились основные направления, формировалась школа технологов. По факту, одновременно с алмазодобывающей промышленностью специалистам предстояло создать с нуля целый регион. Производственные какие-то объекты, то есть это автобазы, нефтебазы, ремонтные боксы. Также и социально-культурно назначались жилые дома, гидротехнические сооружения, плотины, котельные, водочистные, канализационные станции. Каждая задача становилась новым вызовом. Не хватало специалистов, опыта и знаний. Приходилось придумывать, тестировать, дорабатывать и снова тестировать. Так, в условиях многолетней мерзлых грунтов строили гигантские алмазодобывающие карьеры, обогатительные фабрики, гидротехнические сооружения, а также объекты промышленной и социальной инфраструктуры. Под землей прокладывали километры горных выработок. И не просто строили, а буквально на ходу решали возникающие вопросы, накапливая уникальный бесценный опыт. Там дальше возникали вопросы пыли, газоподавления и так далее. И постепенно вот это наращивание направлений в области науки, оно постоянно росло. Специалисты института предложили новый способ отработки запасов на подземном руднике «Айхал», который позволил сократить затраты и повысить эффективность всего предприятия. В открытых горных работах научные разработки института и принятые по ним проектные решения позволили сократить миллионы кубометров извлекаемой пустой породы. На всех рудниках для утилизации минерализованных вод было найдено решение по их обратной закачке в геологические разгомы на большой глубине и восстановление природного водного баланса. Это помогло не только сохранить миллиарды рублей, но и сберечь хрупкую экологию Якутии. С точки зрения эффективности мы всегда на рубль затрат, мы как минимум рубль приносили эффекта фактического, а были времена и 13 рублей на рубль затрат. И получилось, и нашли эффект, нашли решение. Наш институт, вот горное направление, это вот открытая работа, знает вся страна. И мы здесь лидеры. Энтузиазм, желание придумать, воплотить в жизнь и улучшить помогли преодолеть все трудности. И институт Якут-Непр-Алмаз стал интеллектуальным центром крупнейшей алмазодобывающей компании. Сегодня его специалисты работают сразу по нескольким направлениям. Проектно-изыскательское, научно-исследовательское, мерзлотный надзор, разработка норм и нормативов. Когда на алмазной земле решили начать капитальное строительство, встал вопрос, как в условиях многолетней мерзлых грунтов возвести фундаменты будущих зданий, чтобы обеспечить сохранность самих сооружений. Этим и занялась служба мерзлотного надзора. Ее специалисты вместе с проектировщиками придумали специальную конструкцию свай, которые позволяют сохранять грунты в исходном состоянии и обеспечивают сохранность проектируемых сооружений. А в 2012 году в институте образовался и Центр нормирования труда. В нем создают и обновляют современную нормативную базу трудовых ресурсов. Это помогает оптимизировать затраты труда на производство продукции, а также измерить вклад труда каждого работника в результаты коллективов подразделений компании. Будущее есть у того, кто не стоит на месте и постоянно развивается. Поэтому в 2020-м институт расширил свою географию, открыв отделение в Новосибирске. Это позволяет выйти на внешний рынок и не только поддерживать компетенции, наработанные за 60-летнюю историю, но и нарабатывать новые. Полученный опыт специалисты института смогут применять на объектах компании и этим повысить качество работы. Во-первых, мы здесь обрастаем новыми компетенциями. Мы смотрим в сторону цифрового проектирования очень активно. Ну и второе, мы здесь элементарно дешевле, и мы можем выходить на внешний рынок и конкурировать с другими проектными организациями. Тем самым мы можем брать объемы из внешнего рынка, брать объемы от нашего основного заказчика компании «Алроса». Однако север – это не только алмазы. Прежде всего, это люди. Те, кто делает этот северный край чуточку теплее и уютнее. Так, благодаря институту, в мирном появились Свято-Троицкий храм и православная гимназия, современный дворец спорта «Кимберлит» и мемориальный комплекс «Вилюйское кольцо», универсальный театрально-киноконцертный центр «Якутск», комфортные жилые дома, детские сады, дома культуры. Если попробовать перечислить там все наши научные разработки, научные открытия, внедрения, наши проекты, то нам дня не хватит, чтобы это все перечислять. Здесь просто можно посмотреть на наши производственные объекты, наши социальные объекты, города нашей Алмазной провинции. Любой объект, который есть на территории Милинского района, мы в какой-то степени были причастны к этим объектам. Однозначно это специалисты института принимали, либо непосредственно сами проектировали, либо курировали подрядчика. Лучшие наработки специалистов института могут оценить и не только в Якутии. География – это север Алмаза. Тоже наш проект по Ломановскому ГОКу был сделан, прошел госэкспертизу, и по нему построен, работает сегодня Ломановский ГОК. Также мы работаем и в Анголе, у нас с ГРО Катока. Много контрактов, все объекты, инфраструктуры, поселка ГРО Катока, сама фабрика, карьер был спроектирован нашими специалистами. Сегодня в институте работает команда лучших специалистов, которые каждый день занимаются научными исследованиями, проектированием и поиском передовых технологий. Якутний про Алмаз – это не просто институт, это часть города, часть всего северного края, развитие которого попросту бы не произошло без колоссального опыта, знаний, а главное – людей. Институт – одно из самых интересных и значимых мест в структуре компании. И я желаю всем здоровья, творческих успехов и достижений новых. Трудности всегда были, есть и будут. Они давно стали частью работы. Работы, результат которой видит каждый житель Алмазного региона. Чтобы задор не угасал, это в первую очередь для молодого поколения. Но уважаемым ветеранам здоровья, и чтобы они дальше находились в строю и передавали те знания, которые мы накопили за 60 лет, молодому поколению, и чтобы нам дальше-дальше двигаться вперед, в общем быть так, не отставать от других, а может быть впереди, по определенным вопросам в области горного дела двигаться впереди России. Уважаемые коллеги, хотел поздравить всех с нашим юбилеем, пожелать, конечно же, крепкого здоровья вам, вашим близким, конечно же, больших научных открытий, их внедрения на наших объектов компаний, больших и крупных проектов, их реализацию, конечно же, счастья, удачи во всех наших делах, ну и, конечно же, пользуясь случаем, хочу поблагодарить весь коллектив института в работе, те, которые сегодня работают, люди, те, кто раньше работал, ваш вклад очень велик в общее дело Алросы. Институт Якутни про Алмаз всегда смотрит в будущее с уверенностью, ведь сегодня это лучший день, чтобы создать уверенное завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok